Всем привет дорогие друзья, с вами Марс, мы находимся в окрестностях Фолкрито. Сегодня я начинаю свое новое прохождение, прохождение квестового мода к Скайриму под названием Moon Path to the Elsewhere. Если перевести на более понимаемый многими русский язык, Лунная Тропа в Эльцвеер. Это квестовый мод, который добавляет несколько огромных локаций, при этом имеет внушительную квестовую цепочку, доступен всем классам, всем расам в Скайриме и начинается он именно здесь. В Фолкрито. Мы должны посетить местную таверну, пообщаться с каджитами, которые хотят покинуть Скайрим и отправиться на свою историческую родину. Мод устанавливается в Папку Дата. Ну и вот эти каджиты, собственно, вот один, вон там второй. Интересно, у тебя броня, товарищ? Да. Как ты, ты страшный. После установки, собственно, на сам Скайрим мода у вас автоматически появится квест, который приведет вас сюда. Ты, че тут стоишь? Что тут забыла сопливая деточка? Что такое? Ты сейчас разрыдаешься? Ну, за это ты сейчас ответишь. Я бы с удовольствием... Да сделайте ты что-нибудь! Помогите, ты не внуш! Эй, поздорово! Это ты зря, конечно. Здравствуйте. Шуаровый квестик! Пожалуйста, ты какая! Симпатичный мужчина в Фолклите! Ну что ж, давайте получать квест. Привет! Может быть, я буду... Ну, в основном, все животные спряты, от времени до времени. Я хочу отправиться в Эльсвейр. Моис, ты должен быть. Это самый красивый город в старом времени Риэль. Я ловлю так вибрачно и тепло. Такое не может быть сказано в этом холодном и непрерывном лесу. А, вообще, могу я с вами отправиться? Это не зависит. Окей, то есть, теперь мы можем загрузиться. Но нам настоятельно советовали сделать новое сохранение перед тем, как, собственно, отправляться куда-либо и его загрузить перед отправкой. Ну что ж. Давайте загрузим наш гир. Отправляемся в Эльсвейр. Отправляемся в Эльсвейр. Отправляемся в Эльсвейр. Может, кто-то должен взять и посмотреть. Охереть, можно. Это че, что такое? Откуда оно тут взялось? Для меня это квест, это... Это что-то... Что-то неизвестное. Что-то неизвестное. Что-то очень и очень незнакомое. Геиены. Иди сюда. Путь, значит, заблокирован. Ну ладно, пойдем проверим. Что за путь и почему он заблокирован. Где этот персонаж только не побывал, конечно же. Не думаю, что для черного жнеца это будет большой проблемой. Ибо перс у меня топливый. Ты выбираешь время, чтобы заблудиться. Не хвата руки марать. Тебе, да? Нужно что-то. А че это ты перестал драться? Вот мне интересно. Опасный шо ли какой-то? Давайте посмотрим, что за бандосы. Ну, вроде обычные. Че такого? Только вот эта местность, эти каньоны, напоминает очень... Fallout. Lonsome Road, по-моему. Там это все так начиналось. Только там каньоны были куда посветлее. Ну че, а как оно? С бандитами покончено. Когда ты перестанешь вверх, ты не можешь быть. Сад будет убить в жаду. И мы будем сходить. Я понял. То есть, загружаемся, да? Не, я все, конечно, понимаю, но вроде не опасно, да? Бляха-муха. Что за места-то? Круто. Похоже, мост обвалился. Надо пойти посмотреть, как можно его обойти. Ты очень полезен, мой друг. Мы будем ждать здесь и предложить к маленькому тару. Мы будем говорить с небом и с деревом в наших сладких мечтах. Сладкие мечтах Так, че за херня? Чему тут невидимые стены? Ладно, пойду по реке. Тут должен быть обход. Кролева джунглей. Это ведь не все, верно? Отрыванулся. Хотя яды на меня почти не действуют, но все равно обидно. А как мне вернуться к ним? Блин, да в таких лесах даже не видно, где день, где ночь. Я нашел брод. Там сильное течение, но мы должны пройти. Глаза у него, как у наркомана, честное слово. Куда теперь? Палмары пригласили вас в их джунгл. Это редко, но, кажется, они ждали вас. Мы привезем вас туда, чтобы встретить их, пока день пройдет. Ну, ладно. Погнали дальше. Опа-ну. Слышь, Ирхан, ты дергаться не будешь? Да, мы так. Мы Кажии. Но наша дружба никогда не оставила наш дом. Мы пришли чтобы защитить вас, как мы были предупреждены нашим председателем Дип-Клоу. То есть, я так понял, мы прибыли, да? Охереть. Оу. Что это за место? Это водорослия Суден-Элсвэр, Силы. Я Юра, я живу здесь. Мы ждали тебя, так что Амир сказал мне, что пришли сюда и приглашать тебя. А где она? Депалмар дал тебе это. Ты прайдер, потому что ты в доме в Элсвэр. Попердам, вы найдете дверь в водорослии. Ребята, чтобы найти Амир? Короче, я как-нибудь доберусь. Кто такие эти пахмары? Они братья и сестры. Есть много типов Кадиба. Но все Катяры, посмотрите, Феррол. Они, тоже, по-другому. Все котяры вам, братья и сестры. Понятно. Ну, до встречи. Скоро вернусь в Скайне. Если я только пришел с вами, я сделаю великого Драгонслея. Я так не думаю, ну ладно. Что ж, пойдем. Темновастенько тут, правда, все как-то. Ну, я понимаю, это лес все-таки. Все дела. Ядовитые колокольчики растут на каждом углу. Опять эти хреновые шарханы тут отдыхают. Лодочки. Кстати, вот это вот очень налунный сахар. Понятно. Странникс. Сундукс. Успи. А, вот это ты что ли? Эй. Отпусти меня. Ладно, 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 ладно. Я пошел. Пошел, я пошел. Это я так понял, стойки для меня. Ну ладно. Многоуровневость всего этого. Это маг что ли? А, нет. Это просто стражник. Местный. Судя по всему они так. Они тут такую функцию исполняют. Красочный герб у вас. Кажиты. Тут я смотрю, полно всяких приколов. Кровать, на которой я могу спать. Сундук уровня мастер. Ага. То есть мне туда. Пришел. Воу. Я думал там невидимая стена. Ну ладно. Воу. Красный грязик. А. Ты поспокойней себя веди. А это судя по всему местные лошади, да? Ебаные бронтозавры. Ну ладно. Ты опасная, нет? Да, ты опасная. Траванули, да? А, ничего страшного. Ты чего метис сожрал, мразь? Да, в этих каналах довольно опасно. Хорошо, что у меня персонаж, ну, практически неуязвим. За счет. За счет. За счет ДПС, разумеется. Так, а тут подняться можно? Вон оно как. Дерутся. Воу. Воу. Это еще что такое было? Я? Скелеты, которые живут даже после убийства некромата. Ты адепт. Угу. Не очень ты интересный противник. Че такое вообще? Че происходит? Открывайся. Угу. Устойчивый оберег. Блин, какие ж темные эти, сука, локации. Хер его знает. Помогло, не помогло. Ну, ладно. Давайте двигаться. Все-таки темный лес. Пробираемся сквозь лесную чащу. Ну, красные, ярко-красные кризикрабы. Это... Это интересно. Я бы хотел себе такого питомца, кстати. Ага. И че? Расслабься. Судя по всему, мы на месте. Ух ты. Здорово. Что это за место? Ты приведешь к этому. Но ничего, в сравнении с путем из Скайрима. Да. Я слышала рассказы о тебе, мой друг. Я удивлен. Встретив здесь кого-то, знающего историю, что ты тут делаешь? Вы должны заметить, что Паумы защищают нас. Да. Они важны для Муншога, мой друг. И, в любом случае, мы для них главным эмиссарием. Угу. Что такое эти лунные тропы? Ну, ты мне скажешь. Мы путешествовали на одну. Конечно. Они секретные дороги Каджит-караваны, которые используются для двигаться между провинцией. А, вот оно как. То есть, это караванские пути. Они что, волшебные? Магичные? Ха. Конечно. Следовать за Луной, в качестве ориентирования. Ну, ладно. Так, ладно. Ты здесь главная. Ну, все понятно. Что с этими большими кошками? Они говорят со мной? Как со своим хозяином? Это странно. Привет. Анна. Угу. Она говорит о тебе. В вашей умолке, я думаю. Анна. Соборная, действительно. О, как! Оно расскажи мне ещё о них. Но это не позволяет. Элит может скажешь. Чего? Про subset. Олет. Хорошо. Алейт. 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 Прикольно. на такие милозвучные алей а мир говорит что пахмары заговорили со мной это большая честь странно я вроде бы не хожу по что простите на четвереньках но и что они короче признали меня ну хорошо увидимся всегда следовать за луной что ты тут делаешь и муски достаточным там автор ивременники скидки туча с ягоды он не сайт инвестиций ясно слышишь так мне наверно надо опять с вашей начальницей пообщаться конечно интересное место но какого черта она ведь тут стояла а ты че такой здоровый слышь здарова что ты тут охраняешь м 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 мужчина диска институт умеет скаф кинсм данного расстава это да там расспались общаемся он говорит что теперь уши откусит Хе-хе-хе-хе-хе-хе, это звучит как он, и он не в порядке, как мы делаем это. Ну, а что ты так тихо разовариваешь, сволочь? Почему ты не помоги нам? Конечно, почему бы и нет. Как мне найти твоего брата? Ну, понятно. Просто следите за этой дверь, которая ведет прямо к Денмар-Дену. Вот, возьмите эту кнопку. Ну, прок. Хм, ну пойдем. Чувствую, меня ждут приключения. Ох, блять, там кто-то шарашит. Это еще не по-детски. Я тут вылезу хотя бы? Серьезно, да? Ну ладно. Что там? У меня сопротивление магии, дебил. Пропил. Какой? Айд! Ах! В чём? Я покончу с твоей презрелой жизнью! Ааааа! Счастья Хотя Здорово, как дела? Твой брат послал меня. Что тут еще есть-то? Дай пройдусь. Все. Палаточка и на этом все. Борода. Блин, прикольно, конечно. Леса такие огромные, блин. Они мне напоминают, знаете, не каджитов, то есть не этих цыганов, которые живут вот так вот тамарами переезжают с места на место, потому что нет у них родной земли. А потому что, а точнее вот этих вот лесных эльфов, как Dragon Age, в первой части, ну вообще в Ориджине, там жили так долийцы. Посреди лесов там ставили лагеря, там постоянно путешествовали. Что-то вроде этого. Там постройки тоже на деревьях вроде были. Хотя, я уже не помню, давно это было. Нам сюда. Похоже, вы здесь не очень любите тамарцев, не так ли? Спасибо. Итак, что дальше? Ни хера себе. Воздушный корабль? Серьезно? Да. Воздушный корабль, это интересно. Воздушный корабль, это интересно. Да что за... Поставили прямо уходить. Ну вот это, да. Дебильное, дебильное расставление врагов. Мы сразу драться будем? Или может поболтаем? Ну ясно. Ага, туда! Чё, всё? Ха, металлические пластины. Жизненно важные органы не задеты. А вы чё с собой даже денег не носите? Вот шавки позорные. Талморский волшебник. Ну ладно, чё, чё есть-то? Сейф капитана. Серьёзно, ученик не поддаётся мастеру. Эбонитовая броня великого разрушения. Прикольно. Приказ капитану. Чё там, чё там? Капитан, вы назначаетесь на должность командира корабля воюющая Банши. Или Банша, скорее всего, Банша. Теперь вы отвечаете за душу каждого члена вашего экипажа. Ваша цель – прибыть в лес Тенмар, обосновать там лагерь и найти источник сбыта лунного сахара из этой местности. В вашу юрисдикцию входит право на принятие любых необходимых мер для достижения цели. Настало время показать бунтовщикам, что их ересь не сойдёт им с рук. Угу. Юстициар. Линиал. Чё-то... Чё-то... Чё-то ладно. То есть как, подождите, я чё-то не могу вкурить. Талмар продаёт лунный сахар здесь. Я всегда думал, что каджиты продают лунный сахар. Всегда и всем. Они ж всё-таки, ну, это барыги. Нет? Судя по всему, нет. Обидно, досадно, ну ладно. Да, потаскаем, может скучно будет. Хотя без зачарования мой воин не такой крутой. Ну ладно, давайте вернёмся. Посмотрим, что нам скажут на этом. Какого чёрта тут так темно? Могли бы посветлее сделать уже. Ну, немножко бесит. Да и музыка чё-то разоралась. Ну ладно, сделаем вот так вот. Чё-то пока, вот знаете, какой-то целостной картинки нету. Просто... Просто приключение. Я позаботился о Талморе. Грэй. Покажи мне эти книги. Интересно. Мне кажется, что эта миссия была более опасной, чем мы думали. Как же так? Чё ты делаешь? Ух ты наркоман. Так что мы можем сделать? Чё ты делаешь? Чё ты делаешь? Ух ты наркоман. Так что мы можем сделать? Мерва. Мерва. Он попросил ему, чтобы сообщить вам в твоем прайд-раке. Может быть, он уже ждёт. Так, ну ладно, тогда пойду найду его, пообщаюсь с ним. Почему бы и нет. Хотя, знаете что, дорогие друзья, пожалуй, на этом я закончу свою первую серию прохождения лунных троп к Эльсвейеру. Это было забавно, но пока, знаете, как-то, ну, не держит, что ли. Может, я просто отвык уже от Скайрима и от подобного рода квестов, но не чувствую я здесь какой-то большой задумки. Ну, может быть. Посмотрим всё дальше. Этот мод один из лучших квестовых модов к Скайриму, поэтому я не думаю, что он меня разочарует. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.